Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Сегодня мы проводим очередной вебинар, последний вебинар нашей вебинарной недели. Я напоминаю, что Директ-Медиа это вебинар каждый день, приходите к нам и будет интересно. Для тех, кто сегодня может быть в первый раз на нашем вебинаре, ну и может быть напомнить для тех, кто не в первый раз, я разместил в самом начале нашего чата те ссылки, которые, как я считаю, будут для вас полезны. Посмотрите, пожалуйста, в самое начало чата. И первая ссылка, которую я разместил, это ссылка на наш сайт, сайт Директ-Академии, на его главную страницу, которая одновременно является расписанием наших вебинаров. Продолжение следует... 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 Где-нибудь до 70-80%. Вот так. Лучше слышно? Вот так. Да, вот так хорошо. Все, отлично. Отлично. Итак, давайте продолжим. Я, прежде чем приступить к теоретической части, хотел бы немного рассказать о себе. Итак, меня зовут Игорь Лычев. Всю свою сознательную жизнь, с 19 лет я проработал на телевидении. Вы могли видеть меня в эфире телеканалов ТВ-центр, НТВ, телеканала «Россия». Сейчас я частый гость, эксперт программ первого канала. Меня приглашают в программу «Мужское и женское» прямой эфир. Так что мою физиономию вы могли видеть по телевизору. И, собственно говоря, хотел бы немного остановиться на том, для чего, почему я сегодня здесь. Татьяна Телегина, о которой мы сегодня уже говорили, несколько лет назад, перед тем, как она всерьез решила заняться педагогической деятельностью, обратилась ко мне за помощью. Вопрос был таким. Игорь, я сейчас выступаю перед большими аудиториями. Я не могу долго, во-первых, удерживать аудиторию, а во-вторых, у меня садится моментальный голос. Мы с Татьяной занимались, активно занимались в течение полугода. Она приходила ко мне на индивидуальные занятия. Затем мы поддерживали связь удаленно через мессенджеры и так далее. Но, тем не менее, Татьяна, когда вернется к нам, подтвердит, что как в фитнес-залах мы качаем мускулы, так на занятиях по риторике, по технике речи мы, что называется, разрабатываем, прорабатываем свой голосовой, свой речевой аппарат. Потому что речевой аппарат, это, по сути, что? Это инструмент. И, как любой инструмент, его нужно поддерживать. Я работал также в Государственном университете управления, я вел мастер-классы по риторике и основам коммуникации. И, прежде чем приступить к технике, еще раз повторюсь, я хотел бы услышать и узнать вашу мотивацию. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в чате, для чего вам нужно обладать голосом, для чего вы хотите овладеть ораторским искусством. Напишите, пожалуйста, какова ваша мотивация. Вы педагоги, для преподавания, замечательно. Часто провожу массовые мероприятия в библиотеке, отлично. Для публичных выступлений, прекрасно. Ну вот, на примере трех наших участниц, это Елена Андреевна, Наталья Евгеньевна и Наталья Ивановна, для выступлений Галина Ивановна пишет, замечательно. Вот это та самая мотивация, которую учусь на психолога, Елена Николаевна пишет, а учусь на психолога, соответственно, вы для чтения лекции, для записи видеоуроков, проведения уроков. Отлично, ну вот это вот та самая мотивация, которая, я думаю, будет тем стимулом, тем стержнем, тем толчком для того, чтобы заниматься. Потому что, знаете, в моей практике мотивация студентов, преподавание, мотивация студентов, Елена Михайловна, отлично. Знаете, был в моей практике такой случай, пригласила меня на индивидуальные занятия одна очень крутая дама, жена олигарха. Я пришел, 45 минут с ней в индивидуальном режиме прозанимался, оставил ей домашнее задание, и мы договорились встретиться через неделю. Через неделю я возвращаюсь, и мы опять начинаем с нуля все. То есть она абсолютно ничем дома не занималась, и просто, знаете, такая развлекуха была у дамочки. Ей было скучно, видимо, вот она может себе позволить. Ну, что ж, может позволить, как говорится, деньги, наверное, лишние завелись. Но, тем не менее, после третьего или четвертого занятия я прекратил с ней заниматься, потому что, ну, знаете, как и любому педагогу, наверное, хочется почувствовать и услышать, узнать обратную реакцию. Обратную реакцию для того, что ты затрачиваешь свою энергию, что ты делишься своими навыками, умениями и знаниями, а когда это все уходит как в сухую землю, это, ну, согласитесь, как минимум обидно. Вот, поэтому та мотивация, которую вы поделились, к сожалению, не все, не все наши 46 человек написали, для чего же они пришли к нам на вебинар «Сильный голос. Залог успеха» вашего выступления. Но, тем не менее, я думаю, что основная масса наших слушательниц, в данном случае вот женщины, особенно активность, как, собственно говоря, и в нашей сегодняшней современной жизни, это хорошая мотивация. Вы знаете, я вам сейчас стихи почитаю, мы подождем, может быть, еще к нам присоединятся люди, и стихи вам почитаю не просто так, а чуть позже вы поймете почему. Ты проходишь на запад солнца, Ты увидишь вечерний свет, Ты проходишь на запад солнца, И метель заметает след, Но на окна моих невзрачны Ты проходишь в ночной тиши, Боже, праведник мой прекрасный, Свети тихий моей души, Я на душу твою не завид, Не рушима твоя стезя, В руку бледную от лапзания Не вобью своего гвоздя, И по имени не окликну, И руками не потянусь, Восковому святому лику Только издали покланяюсь, И под медленным снегом стоя, Опущусь на колени в снег, И во имя твое святое... Так, Владимир Анатольевич меня отвлек, Пошла странная мода выступать почти шепотом, Но, Владимир Анатольевич, мы уже говорили, Об этом сделайте, пожалуйста, Чуть громче микрофон. Поцелуй, вечерний снег, Там, где поступью величавый, Ты проходишь в ночной тиши, Боже, тихий, Блые славы, Сидержитель моей души. Вот это стихотворение Марины Цветаевой Я вам прочитал для того, Чтобы сейчас вслед прочитать Еще одно стихотворение Игоря Северянина. Звучит оно примерно так. Каретка куртизанки В коришневую лошадь, В коришневую лошадь Спускается в откос, Чтобы ножки не промокли, Их нужно околошить, Блестителем здоровьем Означен юный паш. Цилиндры солнце веют, Причесанные лоско, И дамьи туалеты, Непригодны для витрин. Смеется куртизанка, Ей вторит солнце, Броско, Как хорошо в буфете Пить крем де мандарин. Так вот, смотрите, Я прочитал два этих произведения, Одно Марина Цветаевой Из цикла к блоку, Другое Игоря Северянина, Оба поэта принадлежат Эпохе Серебряного века, А для чего я прочитал их вам? По динамике, По темпо-ритму, По подаче, Эти два произведения Абсолютно разные. И согласитесь, Не каждый человек Может вот так вот Эмоционально, Профессионально Донести Те ноты, Те сентенции, Которые Которые были заложены авторами В этих стихах. Марина Цветаева Когда-то говорила В своих воспоминаниях, Что быть гениальным собеседником Это значит не дать почувствовать Другому его нищенство. Я, в общем-то, Конечно же, Не претендую На роль гениального собеседника, Но все же Еще раз повторюсь, Надеюсь, Что мои знания И умения Помогут вам Стать более яркими, Более органичными, Более динамичными Собеседниками, Риттерами Овладеть ораторским искусством. Итак, Вернемся к теме нашего семинара Это сильный голос Залог успеха Вашего выступления. Что же такое сильный голос? Ну, Как вы думаете, Что такое сильный голос? Это громкий голос? Если да, Напишите плюсики. Если вы считаете, Что сильный голос Это не громкий голос, А что-то другое, Поставьте минусы. Ну что ж, Примерно Сорок к шестидесяти Сорок к шестидесяти Распределились Голоса наших Ирина Николаевна Уверенность в голосе Примерно Сорок к шестидесяти Распределились Голоса Участников Нашего вебинара Итак, Большая часть наших Слушателей считает, Что сильный голос Это не громкий голос, А что-либо другое. Абсолютно с вами согласен, Потому что Именно так и есть. Можно говорить шепотом. Кстати, Даже более того, Есть такой ораторский пример. Кто-то говорил о том, Что Читает лекции перед студентами, Работает с большими аудиториями. Вот Пример из моей жизни Недавней, Абсолютно Буквально Две-три недели назад Мои Бывшие Учащиеся, Мои слушатели В Государственном Университете управления Попросили меня провести Урок Профориентации В одну из московских школ Сами понимаете, Что такое Выпускники Старших классов Это Занятие Эта встреча Вернее Была уже За рамками Учебного процесса То есть Ребят Оставили Еще на час Позже Соответственно Часть аудитории Была интересная Часть аудитории Слушала меня С интересом А как всегда На галерке На последних вартах Собрались люди Которые Сидели В телефонах В общем Они всем своим видом Показывали Незаинтересованность Немотивированность И нежелание Участвовать В нашей встрече Так вот Есть Замечательный прием Нужно Просто понизить Голос Либо сделать Паузу Знаете, Как Фаина Георгиевна Раневская Говорила Настоящий артист Это тот Кому дали Паузу Сможет ее Держать Столько Сколько Аудитория Будет В оцепеневом Состоянии Следить За артистом Так вот Я просто Замолчал И посмотрел На галерку И когда Большая часть Класса Большая часть Аудитории Обернулась На своих Одноклассников Те вдруг Подумали А что происходит Такое То есть Они включились Таким образом В процесс И я не случайно Об этой ситуации Рассказал Почему Вот Коллеги Друзья Давайте С вами Подумаем А что Может быть Самое Страшное В ходе Публичного Выступления В ходе Выступления Перед Аудиторией Ну вот К примеру Вы боитесь Выступать Перед большой Аудиторией Да или нет Если Да Поставьте Плюсы Если Нет Минусы Хорошо Спасибо большое За активную реакцию Спасибо большое Отлично Ну вот Те кто не боятся Замечательно А те кто боятся Давайте С вами Порассуждаем Ну что Может быть Самого Страшного Что Может Произойти Кто-то Здесь Написал Из наших Собеседников О том Что Можно Забыть Слова Можно Что Можно Может Пропасть Голос Правильно Может Достигнуть Волнение Но ведь Самое Страшное Коллеги Это Рудимент Который Остался У каждого Из нас Это Боязнь Быть Отвергнутым Аудиторией Да Это Боязнь Быть Отвергнутым Это Боязнь Того Что Тебя Ну если Раньше В средневековье Могли Забросать Камнями Или Тухлыми Помидорами То сейчас Аудитория Может тебя Либо Заунылукать Захлопать Отвернуться От тебя Поэтому На тех Встречах На тех Лекциях На тех Занятиях Которые Я провожу Индивидуально Либо в группах Мы как раз И разбираем Что необходимо Сделать Для того Чтобы Справиться С волнением И вот Я перехожу Сейчас К следующему Слайду Секундочку Так На какую Кнопку Вот Я нашел Кнопку На которую Нужно Нажать Я еще раз Повторюсь Я сегодня Впервые С вами Впервые Вернее Веду Вебинар И мне Очень интересно Потому что Это для меня Новый Опыт Это Это всегда Интересно Вот Следующий Следующий Наш слайд Это На пути К вершинам Успешного Выступления Итак Естественно Прежде чем Мы выходим Перед аудиторией Выступаем Нам нужно что? Нам нужно Успокоиться Успокоиться Значит что? Давайте с вами Разберем Процесс Волнения Почему мы Начинаем волноваться? Потому что Учащается Сердцебиение Выделяется Адреналин Наш организм В процессе Волнения Выделяет Адреналин И мы Начинаем Волноваться Это если Вот так Коротко Очень поверхностно Соответственно Чего мы Должны Добиться Чего мы Должны Добиться Перед Выходом На сцену Это элементарно Выжечь Адреналин А как мы Можем Выжечь? Выжечь Да элементарно Это активные Приседания Это Махи руками Работа Нижней челюстью Кстати Если вы Выходите на сцену То у вас Есть за кулисами Возможность Помахать руками Дыхательные техники Если текст выступления Подготовлен хорошо И рассчитан на ту аудиторию Перед которой ты выступаешь То волнения Никакого не будет Наталья Евгеньевна Немного с вами Не соглашусь Потому что Текст выступления Подготовлен хорошо И рассчитан на ту аудиторию Да Это бесспорно Немаловажный фактор Но волнение Все равно может присутствовать Потому что Что значит ту или не ту аудиторию Да Это может быть целевая аудитория Но это может быть Аудитория Которая по какой-то причине Не знаю Погода сегодня плохая Или голова болит У Неформального лидера Этой группы Да Которые Будут вам Ну мягко говоря Мешать Которые заставят вас волноваться Так вот Если вы выступаете на сцене На большой площадке Да То у вас есть возможность За кулисами Помахать руками Поприседать Просто выжечь Физическими упражнениями Адреналин Если же у вас Такой Возможности нет Да То вы можете Немножко поработать Нижней челюстью И это тоже Очень хорошо работает Вот смотрите Перед эфирами Я говорил сегодня уже Да Что я Много лет проработал В качестве ведущего Информационных программ В самый продолжительный период Восемь с половиной лет На канале ТВ-центр Вот Если кому интересно В любом поисковике Забейте Лычев Игорь И там достаточно много информации Обо мне Но это как говорится Если вам интересно Так вот Что значит работа Нижней челюсти Вот посмотрите Внимательно Я не знаю Может эта камера Передаст Или нет Давайте попробуем Вместе То есть Попробуйте Нижнюю челюсть Выдвинуть Вперед Назад Вперед Назад И вот Такое Такое Несложное Упражнение Действительно Очень хорошо Помогает Здесь Вот как раз таки Наталья Евгеньевна Писала о том Да Как в самолете Когда уши закладывают Ну Когда в самолете Уши закладывают Наверное Полезнее Зевать Потому что Когда мы зеваем Открывается Именно тот канал Связи Носа и горла С ушным С ушным протоком Который Выравнивает Давление Так что Как раз таки Когда в самолете Уши закладывают Лучше Вызвать искусственный зевок А это Для борьбы Со вторым подбородком Ну не знаю Светлана Анатольевна Наверное Наверное Видите мы Узнаем В нашем процессе Что Не только для того Чтобы выжечь адреналин Полезное это упражнение Но и Для борьбы Со вторым подбородком Ну ладно Вернемся Что называется К нашей теме Точно Помогает Да Вот Значит Ну во первых Чтобы выжечь адреналин Еще раз повторюсь Либо за кулисами Активные приседания Махи руками Либо Если нет такой возможности То Поработать Нижней челюстью Ну и бесспорно Вот Писал кто-то из участниц Из участников Нашей Сегодняшней встречи О том Что Если Проработано Выступление Если Ты хорошо Подготовился То Выступление Действительно Должно Пройти На ура То есть Иными словами То что Это определение Цели Наше выступление Да Ради чего Для чего Мы выходим Сейчас На ту или иную Площадку Вы знаете Я когда Меня Татьяна Телегина Попросила Поучаствовать С ведущим В этом Вебинаре Я для себя Задал сам себе Вопрос А для чего Мне это Ради чего Мне это И я сам себе Ответил на этот вопрос Мне интересно Ну во первых Это расширение Моих возможностей Да Я еще раз повторюсь Это первый Вебинар В моей жизни А во вторых Это Самоучеба То есть Я Сейчас Вместе с вами Учусь Проводить вебинары И более того Вы знаете Меня как Как маленького ребенка Когда учат плавать Некоторые Таким Жестоким способом Просто Из лодки За борт Выбрасывают Вот я сегодня Примерно в такой же ситуации Потому что Мы договаривались о том Что Татьяна Будет вести Семинар Вебинар Вернее Я буду Соведущим Но вот так Распорядилась жизнь Что я Стал сегодня Основным ведущим Поэтому Еще раз прошу Не судите строго Я танцую Так как могу Как в той поговорке Говорится Значит так Выжгли адреналин Определились С целями Выступления Ради чего Мы здесь И конечно же Необходимо Научиться Получать Получать Удовольствие От публичных Выступлений Я получаю Удовольствие От публичных Выступлений Потому что Вы знаете Я сам себе Иногда говорю Может быть я нарцисс Да нет Вроде бы Может быть Что-то другое Наверное Что-то другое Потому что Раньше мне Нравилась Эта работа Ты готовишь Информационный выпуск Ты разбираешься Вникаешь В информационный поток Ты пишешь Эти новости Потом Ты их доносишь И Вот знаете Вот это вот Ощущение Что ты донес Когда ты приходишь Домой Тебе говорят Вот ты вот Рассказывал Там то-то То-то И то-то Ты знаешь Да это классно Это нужно Это интересно Мне это Приносило Очень много Положительных эмоций Дальше Я сейчас Очень тезисно Друзья мои И перейду К технической части Потому что Все равно Это Своего рода Ну скажем так Техника Техника речи Вот к технике речи Я сейчас и перейду Значит Дальше Это захват аудитории Захват аудитории Это то О чем я и говорил Что ты должен выйти Перед аудиторией И Взять Что называется Эту аудиторию Эту группу В свои руки А если это Большой стадион А если это Мне кстати Приходилось Два раза В своей жизни В моей жизни Приходилось Работать на большом стадионе Один раз Это был Стадион Лужники Второй раз Это концертный зал Россия И вы не представляете Насколько это страшно Когда ты Выходишь на сцену Всю залитую Софитами А зрительный зал При этом Для тебя Это черная бездна Потому что Ну представьте себе На секунду Еще раз Ты стоишь В свете софитов А Зрительный зал В этот момент Не освещен Таким образом Перед тобой Просто черная дыра Так вот Мои педагоги А это Игорь Леонидович Кириллов Светлана Михайловна Моргунова Ангелина Вовк Ну это Я сейчас назвал Те фамилии Которые у всех На слуху Которые Люди медийные Это Владимир Березин Я назвал фамилии И имена Людей медийных Ну а кроме того Были Педагоги ВГИК Педагоги ГИТИС Те люди Фамилии которых Вам наверное Беретли О чем-то сейчас скажут Но тем не менее У меня Своего рода Классическая школа Школа Вот Того самого Профессионального Телевидения Центрального Телевидения Которой я Собственно говоря Горжусь Я сейчас Не буду говорить О способах Захвата Аудитории О композиции Выступления Это наверное Тема Другого Вебинара А я сейчас С вами хочу Перейти К технике Речи И к технике Речи И к подготовке И тренировке Речевого Аппарата Значит Смотрите Прежде всего И об этом Вам скажет Любой Педагог По технике Речи Любой Вокалист Необходимо Научиться Правильно Дышать Что значит В нашем случае Правильно Дышать Знаете Вот Сейчас тоже Немного Отвлекусь По одному Из образований Я учитель Истории У меня Педагогический Университет За плечами И Когда Я Когда я Окончил Университет Педагогический Я понял Что Людей Которые По жизни Должны Заниматься Публичными Выступлениями А любое Выступление Перед Аудиторией Перед Студентами Слушателями Это публичное По сути Выступление Так вот В педагогических Вузах Нет такого Предмета Как техника Речи Основы Орфоэпии И дикции Почему Абсолютно Странно Ну вот Таким образом Факт Остается Фактом И кстати С этим Я столкнулся В очередной Раз Когда Вел Урок По профориентации Для выпускников Школы Потому что Как раз таки После того Как я провел Эту встречу Ко мне Подошли Классные Руководители Тех двух Классов Для которых Я выступал И говорят Вы знаете Нам бы тоже Несколько Упражнений Потому что В день По 6 По 7 По 8 Уроков Соответственно Каждый урок 45 минут То есть Получается 6-7 часов Голосовой нагрузки У каждого Педагога Ежедневно И Естественно У всех Садится Садится Голос Садится Голос Почему Потому что Если мы с вами Не владеем Геофрагмальным Дыханием Если у нас Как говорится Нет опоры Для нашего Голоса Мы садимся На связки Здесь Я думаю Что никому Я Америки Не открою Это Это физиология Чистейшей воды А как только Садимся Мы на связки Происходит Что Наш голос Становится Плоским Невыразительным Тембрально Неокрашенным Плюс Та голосовая Нагрузка Которая Напрягает Связки А наши Связки По сути Не Не Заточены Для того Чтобы Наши Связки Это по сути Это струны Это струны Это мышечная щель Которая Размыкается И смыкается Под Не под разным углом На разную ширину На разную диафрагму И так или иначе Производит Позволяет Фонам Фонам Это каждая Отдельная Звучащая Буква Фонам Появляться На свет А диафрагмальное Дыхание Я честно говоря Сейчас не очень Понимаю Как это можно Сделать Посредством Нашего Вебинара Но Наверняка Вы обращали Внимание Особенно Женщины Большая часть Людей Дышит Плечами То есть Это такое Плечевое Поверхностное Дыхание А сейчас Давайте вместе С вами Попробуем Освоить Диафрагмальное Дыхание Что же Это такое Значит Давайте с вами Попробуем Вдыхаем Дыхание Животом Абсолютно Инна Михайловна Вы правы Но В буквальном Смысле Животом Потому что Животом В буквальном Смысле Мы дышать Не можем Но Так называемое Дыхание Животом Значит Давайте с вами Попробуем Мы вдыхаем Через нос При этом Выпячиваем Живот Но Плечи Остаются Неподвижны Выпячиваем Живот Затем Мы как бы Подтягиваем Низ Живота Евгения Юрьевна Замечательно Способствует Похудению Дан На заметку Но я думаю Что не только Дан Но и Мужчинам Тоже Будет Полезно Итак Вернемся Вдыхаем Носом Выпячиваем Живот Затем Подтягиваем Низ Живота И как бы Мысленно Вот этот Воздушный Мешок Подтягиваем К К К К К Нижним Ребрам Да К Нижним Ребрам И Затем Плавно Через Рот Выдыхаем Давайте попробуем Без моих Комментариев Потому что Естественно Когда я говорю Я сам Сбиваюсь Итак Вдохнули Подтянули Задержали На 3 секунды Дыхания И Плавно Через рот Выдохнули Ну вот так У всех получилось Напишите пожалуйста Плюсики у кого получилось Минусы у кого не получилось Равно я так понимаю Это 50-50 Да Кто-то написал Знак Равно Отлично Но Практически все Написали Плюсы Это наверное Говорит о том Что Все наши Сегодня 58 Участников Хорошие Риттеры Хорошие Ораторы Профессионально Подготовленные Люди Раз Все Могут И владеют Диафрагмальным Дыханием Значит Следующий момент На который я бы Обратил внимание Это длительность И Плавность Ровность Своего рода Вашего выдоха Есть такое Замечательное Упражнение Перед собой Поджигаем Свечу И На выдохе Когда я говорил Плавный Длительный Выдох Выдыхаем На свечу И нужно добиться Того Момента Чтобы Пламя Свечи Отклонялось Ровно Да Это своего рода И йоговские В том числе Практики Потому что Все в нашей жизни Взаимосвязано Это И Кто-то Говорит Что Дыхательная Гимнастика Стрельченко Да Здесь При подготовке И Тренировке Речевого аппарата Мы И йоговские Практики Учитываем И Дыхательную Гимнастику Стрельченко В общем Все Что нам Полезно Сейчас Дыхательная Гимнастика Бодифлекс Стрельниковой Ну Вот Как раз Таки Все То О чем Я говорил Вы знаете Тут Как не назови Самое главное Что Все это Работает И все это Позволяет Нам Добиться Результата Так вот Я вернусь К тому Что Еще одно Упражнение На которое Я хотел бы Обратить Ваше внимание Это Вот Вы Взяли Диафрагмой Воздух Поднесли Зажженную Свечу На 10-15 Сантиметров Перед собой И Через рот Плавно Выдыхаете И Нужно Добиться Того Чтобы План Свечи Равномерно И В одном Положении Держалось Для чего Это нам Нужно Как вы Думаете Для чего Напишите Пожалуйста А я пока Глоточек Воды Сделаю И Ирина Николаевна Да Можно Будет Почту И Литературу Конечно В конце Будет Слайд Со Внутри Моими Выходными Данными Наталья Евгеньевна Ровный Голос Во время Выступления Ровный Голос Андрей Леонидович Пишет Ровный Голос Чтобы Вышел Воздух Из Легких Для Успокоения Сердцебиения Ну В какой-то Мере Каждый Из вас Прав Но Смотрите Нам Не нужно Добиваться Ровного Голоса Потому что Если мы Будем Говорить Ровно На одной Ноте Тембрально Не окрашивая Нашего Нашего Выступления Это все Будет Очень Нудно Скучно И через 10-15 Минут Все наши Слушатели Просто заснут Потому что Ой Секундочку У меня Наушник Выскочил Из уха Жестикуляция Повышенная Так вот Если мы Будем Ровно Говорить Тембрально Не окрашено Тренировка Связок Нет Елена Анатольевна Связки Здесь Как раз Совсем Не задействованы Здесь Мы работаем Как раз Над полезным Объемом Легких Наш Ровный Длительный Выдох Рассчитан Именно на то Увеличивает Концентрацию В принципе В какой-то мере Все вы правы Но основная Задача этого Упражнения Добиться Ровного Выдоха А ровного Выдоха И Разработать Увеличить Увеличить Полезный Объем Легких Для чего Мы это делаем Мы это делаем Для того Чтобы В перспективе Добиться Того Чтобы Мы могли Без схлипываний Без доборов Воздуха Пока мы Не научимся Это делать Красиво Проговаривать Длинные Денепричастные Обороты То есть Мы разрабатываем Полезный Объем Легких Что в конечном Нашу фразу До логического Завершения До точки Мы начинаем Волноваться А вот Не хватило Нам воздуха И мы начинаем Либо Шмыгать Носом Либо Как-то Всхлипывать Добирать Дыхание То есть Вот это Упражнение Как раз Таки Рассчитано На то Чтобы Увеличить Разработать Полезный Объем Наших Легких Значит Так Далее Подготовка И тренировка Речевого Аппарата На что бы Я хотел Еще Обратить Ваше Внимание Это Снятие Зажимов Снятие Зажимов Когда Ребенок Рождается У него Нет никаких Зажимов Он абсолютно Чистым Звонким Голосом Начинает В начале Своей жизни Какие-то Звуки Издавать А затем Простите А затем Первая Фонема Первый звук Который Издает Младенец Да какая Напишите Пожалуйста Итак Первый звук Первая Агу Агу Аа Аа Так А первая Первый слог Который Издает Маленький Ребенок Когда Уже Ма Абсолютно Верно Ма Ма Вот смотрите Вот эта фонема М М Ма Ма Она Генетически Она природна Она заложена В нас Так Что При звучании Фонемы М Ну не М Как М Как она Пишется А М М М Не Задействованы Голосовые Связки Это практически Единственная Фонема Не только В русском Но и в любом Языке Для произношения Которой Не нужны Не задействованы Голосовые Связки Я вам тоже Не случайно Об этом Говорю Потому что Большинство Речевых Упражнений Большинство Упражнений По технике Речи Они так или иначе Завязаны С фонемой М Задействованы М Абсолютно верно Ом В том числе Они так или иначе Задействованы С фонемой М Потому что Это единственное Еще раз повторюсь Фонема Это звучащий звук Буква Это прописной звук Фонема Это звучащий звук Точно так же Как орфография Орфоэпия Орфография Это наука О правильном Написании Орфоэпия Это наука О правильном Произношении Так вот смотрите Еще есть Одно замечательное Упражнение Я Вскользь Коснулся Темы зажимов Со временем По прошествии лет На нас Социум Наши Близкие Наши Может быть Какие-то Стрессовые Ситуации Налагают Ряд Зажимов И Вот вы Обращали Внимание Иногда У тебя Настолько Сжимается Горло Что ты Не можешь Себе Из звука Выдавить Или Ты хочешь Дышать Полной Грудью А у тебя Не получается И ты Только Единственные Какие-то Звуки Сипла Из себя Издаешь То есть Всяко может быть Вот это Те самые Зажимы О которых Я сейчас Говорю В гипертрофированной Форме Есть такое Классное Упражнение На самом деле Необходимое Это Определение Центра Голоса Определение Центра Голоса Это Непростое Упражнение И я Думаю Что Индивидуально Его вряд ли Можно сделать Потому что Для этого Как раз таки Нужно Рядом Наличие Специалиста Наличие Педагога Который тебе Поможет Упражнение Называется Растаять Можно ли Конкретными Занятиями По технике Вечи Изменить Свой тембр Голоса И сделать Его более Приятным Для восприятия Собеседника Да Наталья Иггенна Можно Именно ради Этого Я сегодня С вами Встречаюсь И общаюсь И веду Этот Вебинар Я вам Более Скажу Не можно А нужно Потому что Давайте вернемся К началу Буквально Коротко Собственно говоря Ради чего Мы выходим Перед аудиторией Ради чего Мы Пытаемся Освоить Арфаэпию Пытаемся Основу Риторики Освоить Пытаемся Стать Хорошим Оратором Ну вот Ради чего Напишите Пожалуйста Пока вы пишете Это работа Ну Стимул Наверное Чтобы быть Принятым И понятым Заинтересовать Так Ну еще Какие Публичные выступления Часть моей работы Донести информацию В полной мере Ну смотрите Быть услышанным И понятым Аудиторией Донести свою мысль Для успешного Взаимодействия А вот теперь Давайте Попытаемся С вами Все это Вместе Суммировать И Я думаю Что вы Что вы Согласитесь А если Не Согласитесь Тоже Напишите Для того Чтобы быть Успешным Для того Что То есть Вот то О чем вы Сейчас писали Публичные выступления Часть работы Для уверенности Для взаимодействия Быть понятым Аудиторией Донести свою мысль Для того Чтобы быть Успешным Для того Чтобы влиять И нравиться Ведь по сути Согласна Ирина Николаевна Кто еще Согласен То есть В принципе Если Подвести Черту И подвести Итог Для своего Развития Развития Слушателей Ну Да Вариантов Может быть масса Я вам могу Еще миллион Вариантов Привести Но В сухом Остатке Ради того Чтобы влиять И нравиться И я вам Хочу сказать Что Прошу Меня извините Я не помню Кто это написал Кто задал Этот вопрос Можно ли Расширить Диапазон Своего Озлучания Диапазон Своей речи Тембральную Окраску Своей речи Да Можно Я родился В абсолютно Простой Семье У меня Не было В семье Ни артистов Ни вокалистов И когда По мере взросления Говорить ниже Да Говорить ниже Знаете Есть такое Такое понятие У дикторов У нее Или у него Металл в голосе Металл в голосе Но К сожалению Сейчас Вот эти Вот Низким голосом К сожалению Сейчас Вот эти Приспособления Которыми я пользуюсь Не позволяют Наверное Передать Весь диапазон Голосовой Но тем не менее Еще раз повторюсь Можно и нужно Этому научиться Потому что На занятиях Мы тоже занимаемся Как раз таки тем Что мы расширяем Свой голосовой диапазон Для этого Есть упражнение Потому что Как я уже Сегодня говорил Любое публичное Выступление Это умение Владеть Своим Речевым Аппаратом А для того Чтобы научиться И овладеть Своим Речевым Аппаратом Нужно его Тренировать Мы говорили Сегодня о технике Речи Мы говорили О дыхании И Смотрите Значит Я уже сегодня Обратил На самые Что называется Знаковые Значимые Моменты Это Диафрагмальное Дыхание Это Развитие Полезного Объема Легких И Это Вот сейчас Основная Что называется Техническая часть Наверное Это Самомассаж Давайте с вами Попробуем Вот Помним Да Помним Ту Ту нашу Фонетическую Таблицу Ми М М Мо Му Мы Запишите Пожалуйста Сейчас Себе В блокнотике Если у вас Есть под рукой Ми Дефис М М М М М Му Мы То есть Все фонемы Сэм Через дефис Ми М М Мо Му Мы И давайте Записываем И давайте Сейчас с вами Вместе Сделаем Такой Небольшой Самомассаж С фонемой М Значит Грудь Спина Лобные Пазухи Еще раз Грудь Спина Вот так Видно И Лобные Пазухи Давайте на секунду Допустим Что мы уже Определились с вами С центром Голоса И давайте Вместе Все попробуем Добрали воздух Переходим к спине Добрали воздух Носом Всегда помним Что добираем воздух Через нос Выдыхаем через рот Добираем воздух Через нос Переходим К лобным Пазухам Простите Нет Уважаемые коллеги Кто спрашивает Это не зависло На втором слайде Мы сейчас Просто Это на самом деле Основная часть Нашей сегодняшней встречи Поэтому Ничего не зависло Мы сейчас Разрабатываем Разрабатываем Свой голосовой аппарат Мы тренируем Лечевой аппарат К сожалению Наше время Уже подходит К концу Но я думаю Что у нас есть Еще Нам дадут Чуть больше часа И мы доведем Наш вебинар До логического Финала Сегодня Значит Еще раз С фонемой М М М М Грудь М М М М Спина М М М М Лобные пазухи М 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 Дальше Переходим К гайморовым пазухам И то же самое С фонемой М 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 Сам массаж Гайморовых пазух М 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 Спасибо, Светлана Григорьевна. Р, 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 Р. Так, коллеги, давайте очень просят мои исходные данные. Сейчас, секундочку, давайте сделаем вот так. Сейчас, секунду. Вот так, вот мои контакты, пожалуйста, кому нужно, запишите. А я продолжу. Друзья мои, это не значит, что я завершаю. Просто кому нужно убежать, я делюсь контактами. Значит, еще раз. С фонемой М грудь, спина, лобные пазухи. С фонемой М гайморовые пазухи. С фонемой Р верхняя губа. Дальше. Так, я все-таки вернусь, потому что я надеюсь, что все вы записали, кому нужно записали мои координаты. Я возвращаюсь к тем слайдам. Боже мой, сколько еще, как много сегодня мы не успеем с вами все-таки сделать, потому что... Так, вот он, вот этот слайд наш. Секунду. Секунду. Так, ну, собственно говоря, об этом мы уже частично поговорили. Частично поговорили. Как справиться с волнением, тоже мы сегодня с вами говорили сегодня. Но если будут вопросы, в конце вебинара мы об этом поговорим. Так вот, освобождаем голос с помощью дыхания. Дальше. Сам массаж для губ. Как мы делаем? Что мы делаем? Смотрите внимательно, друзья. Мы вытягиваем губы трубочкой, хоботком своего рода. Видите? И сложенными в трубочку губами... Давайте с вами попробуем нарисовать плюсик. Знак бесконечности, то есть восьмерку горизонтальную. Ну, и то, что больше всего нравится, как правило, моим студентам и слушателям, это сложенными в трубочку губами написать свое любимое имя, отчество на воображаемой доске. И вот эти упражнения нужно сделать до легкой усталости на кончиках губ. Таким образом, не нужно себя, что называется, загонять в угол, до крайности, доходить до легкой усталости на кончиках губ. Мы освобождаем голос, мы разрабатываем свой речевой голосовой аппарат. Я сейчас, еще раз повторюсь, я работаю сейчас с вами только, что называется, по верхам. Потому что мы, естественно, от губ, зубов, языка, потом уходим к мягкому нёбу, к легким, прорабатываем полезный объем лёгких, то есть мы разрабатываем при очных встречах весь свой речевой аппарат. Сейчас я вам даю те самые азы, которые, что называется, позволят вам не заработать дополнительных зажимов. Ведь если вы сейчас освоите то или иное упражнение неправильно, то вы можете сами себе заработать очередной зажим, который абсолютно не нужен. Поэтому, вы знаете, меня часто спрашивают, сейчас очень много онлайн-курсов по технике речи, по риторике. Я не хочу никого судить, я не хочу давать оценочных каких-то характеристик, но моё глубокое утверждение, что заниматься, это знаете, это как делать операцию по скайпу. Это все-таки индивидуальное занятие. И когда я не вижу, когда педагог не видит обратной реакции, то есть, как правило, я работаю с группами от 8 до 15 человек, не больше. 15 человек – это максимум. Потому что в этой науке, в этих занятиях по технике речи, по риторике, очень важно тактильные ощущения. То есть, к примеру, я в буквальном смысле беру руку участника или участницы группы, кладу себе на живот, на лёгкие, чтобы люди на уровне физиологии, на уровне тактильных ощущений могли понять и почувствовать, какие группы мышц, какие части моего тела сейчас работают, как именно звучат вот эти самые резонаторы. А у нас резонаторы какие? Грудной резонатор, спинной резонатор, гаймеровые пазухи, лобные пазухи и макушка. Ещё есть такое, то есть затылок, по сути. Ещё есть такое упражнение, когда мы проговорим фонену ми-мо-мо-мо-мо, мы пытаемся направить… Обращайте, наверное, внимание, иногда некоторые люди звучат очень гундосят, да? В нас говорят. Доброе утро, уважаемые друзья, нас вам дождаем угла с помощью дыхания. То есть, они вот этот воздушный поток направляют в область переносица, в область носа. Чтобы наш голос звучал более полно, да, всеобъемлющий, да, был полётным, красивым. Вот этот воздушный поток, его нужно направлять как бы в макушку. Вот положите сейчас ладошку себе на макушку и попробуйте добиться того эффекта, что вот эта наша фонетическая таблица ми-мо-мо-мо-мо-мо-мы, она как бы отталкивает, да, на каждой фонене, как бы ваша ладошка отталкивается от силы вашего голоса. То есть, почувствуйте своей ладошкой, как задействован ваш резонатор головной, вот этот вот, который вот здесь на макушечке находится. И на очных встречах я как раз тоже беру руку своих слушателей и даю возможность почувствовать, почувствовать, как это работает, как работает наш голосовой аппарат. Но давайте вернемся сейчас к тем, так, чтобы наша аудитория уменьшается. Было 60 человек, уже 53. Ну окей. Значит, давайте еще раз, еще несколько упражнений сделаем, которые вот в таком формате, в формате одностороннем, по сути, да, потому что вы меня видите и слышите, а я, к сожалению, могу только читать ваше сообщение в чате. Еще несколько упражнений для языка, да. Мы разработали резонаторы, мы поработали с губами и грудью, спиной, нашими грудными и спинными резонаторами. И сейчас переходим к упражнениям для языка. Самые элементарные. Смотрите, что мы делаем. Мы произносим, затем показываем. Мы говорим, именно член раздельно по слогам трубочка, именно так, трубочка, и показываем эту трубочку. Трубочка. Получается? Напишите, пожалуйста, плюсики у кого получается и минусы у кого не получается. Трубочка. И показываем. Отлично. Не у всех получается, Елена Андреевна. Да, согласен. Не у всех и не сразу, но для того мы и тренируемся, чтобы научиться. Марина Владимировна, не получилось. Язык не складывается. Абсолютно нечего здесь бояться. Это нормально. Нужно тренироваться. Нужно просто пробовать. Итак, сейчас давайте хотя бы запишем. Да? Вот те четыре элементарных упражнения для языка. Итак, трубочка. Показали. Чашечка. Видите, как корень языка распластан, кончик языка немножко задан. То есть мы как бы языком пытаемся изобразить чашечку. Итак, чашечка. Шила. Шила не в смысле вышивала, а шила в смысле инструмент для отверстий. Шила. Вытягиваем кончик языка как можно дальше. Шила. И лопата. Лопата. Корень языка распластан. Кончик языка как можно более скруглен. Вот такие вот смешные упражнения на самом деле разрабатывает наш голосовой аппарат. То есть еще раз повторю. Мы работаем с резонаторами. Мы определили центр голоса. Мы научились дышать диафрагмой. Мы дали... Что такое диафрагма? Это опора нашего голоса. То есть мы сидим не на связках и через 15 минут не начинаем сипеть, да, когда мы... То есть голос просто садится, когда мы переходим на связки, да, когда мы говорим связками и не даем своему голосу не видно, да, диафрагмальной опоры. Не даем опору на диафрагму. Ну и еще давайте я вам дам несколько упражнений для гибкости языка. Пожалуйста, подготовьте ручки и блокноты. Это такие фонемки. Лри, лре, и, тире, рли. Л, ре, и, тире, р, л, и. Лри, рли. Лре, рле. Лра, рла. Лро, рло. Л-ру-р-лу и л-ры-р-лы. Все успели записать? Итак, я еще раз быстренько повторю. Л-ры-р-ли, л-ре-р-ла, л-ра-р-ла, л-ро-р-ло, л-ру-р-лу, л-ры-р-л-ли. Они могут быть смешные, они могут показаться абсолютно глупыми, но я вас уверяю, что это работает. Попробуйте позаниматься для гибкости языка, произнести вот эти фонемы. Ну а мы переходим к заключительным нашим упражнениям. Вот такой мы слайдик здесь подобрали, тренировка по методу диогена. Это риттер, известный средневековый, доисторический, вернее, не доисторический, конечно, диоген, который жил в бочке, который считается великим оратором. Так вот, литература донесла, что диоген никогда не выходил без подготовки к аудитории. Вот то, о чем мы сегодня говорили, да, это написание речи своей выступления, это определение цели выступления ради чего-то здесь и сейчас, и это, естественно, тренировка своего голоса. Так вот, историки говорят, утверждают, что диоген тренировался с камешками во рту, то есть он за обе щеки и на язык клал по камешку и проговаривал речь, текст своего выступления вот с этим вот отягощением своего рода. Когда я учился, это было порядка 22 лет назад, ну, начинал, по крайней мере, я стараюсь всю жизнь не останавливаться учиться, но вот первые свои занятия, мой педагог занимался со мной с пуговицами, то есть мы выбирали крупные пуговицы гладкие, без, не такие, как грибочек, которые вот с двумя или с четырьмя дырочками, да, я брал за каждую щеку по двое пуговицы на язык, пуговицы, то есть только аккуратно, не дай бог, не проглотите, и прочитывал тексты с пуговицами во рту. Вот, а сейчас я сам к этому какое-то время, через какое-то время дошел, и, в принципе, со своими студентами теперь занимаюсь так. Мы просто используем в качестве утяжелителя карандаш или ручку, то есть то, что у нас всегда есть под рукой, элементарно. Мы, ну, покажу сейчас на пальце, потому что я что-то не подготовил ручку, ну, неважно, то есть мы просто берем, закусываем зубами ручку, вот таким образом, и хватает еще говорить. То есть, ну, с пальцем не очень удобно, с ручкой или карандашом гораздо удобнее. И пытаемся прочитать, проартикулировать текст. Не бойтесь, что вы покажетесь себе смешным в этот момент или нелепым. Но попробуйте. Я вас уверяю, после того, как вы проговорите хотя бы часть своего текста с таким вот утяжелителем, когда вы уберете ручку или карандаш, вам вы почувствуете облегчение, и как у вас зазвучит голос, как легче вам будет говорить и выступать. Попробуйте. Тренировка по методу диагена. Камни утяжелители для тренировки ручьевого аппарата. То есть, вы попробуйте произнести какой-то элементарный текст с таким утяжелителем. Если понятно, это суть этого упражнения, пожалуйста, поставьте плюсики, если нет, то поставьте минусы, я объясню еще раз. Отлично, все понятно. Значит, с диагеном разобрались. Что у нас тут дальше идет? Полетность голоса, темпоритм. Ну, здесь давайте я уже очень кратко и тезисно остановлюсь. Полетность голоса. Что же это такое? Ну, к примеру, смотрите, вы работаете на большую аудиторию. Понятное дело, если это зрительный зал, если это концертный зал, то вы работаете с микрофоном, со звукоусиливающей аппаратурой, и ваш голос усиливается за счет техники уже. А если вы работаете с аудиторией, может быть, чуть больше, чем обычный класс, то вам нужно добиться того, чтобы ваша речь, ваш голос услышали не только те, кто сидят на первых партах, но и те, кто сидят на галорке, те, кто сидят в конце зрительного зала, в конце аудитории. Вот для этого и занимаемся. Есть такое упражнение «воображаемый мяч». Вот мы берем какую-то фонему и делаем так, допустим, «М». То есть мы представляем, что наш воображаемый мяч с фонемой «М» упал буквально перед нашими ногами. «М». 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 И таким образом потихонечку тренируемся, добиваемся эффекта того, чтобы наш воображаемый мяч, а в некоторых упражнениях этот мяч не воображаемый, а абсолютно настоящий, реальный, то есть мы его добрасываем посредством нашего голоса, с помощью нашего голоса, до противоположной стены, до той точки, к которой мы хотим достучаться, донести нашу речь. «М». «М». «Ма». 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 Понятно то, о чем я сейчас говорил, или не совсем понятно, и нужно остановиться подробнее? Поставьте, пожалуйста, плюсы, если понятно. «Ма». 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 Отлично. Отлично. Значит, переходим тогда к следующей характеристике. Это сила голоса. Но вот мы уже сегодня останавливались. Всегда ли это громкость? Нет, конечно же, не всегда это громкость. Сила голоса. Здесь скорее речь идет о том, насколько вы убедительно звучите, насколько вы уверены в своих речевых возможностях и способностях, насколько вы изнутри знаете материал, который доносите. Потому что, вы знаете, мне в силу моей профессии приходилось иногда читать тексты, в которых я абсолютно вообще ничего не понимал. К примеру, я озвучил документальный фильм для нефтегазодобывающей отрасли. И там текст был примерно такой. Втулка штуцера проворачивается на 50 градусов по отношению к шпинцеру, шмунцеру. Это для меня была китайская грамота. Но тем не менее, когда уж скоро меня пригласили озвучивать этот документальный фильм, вернее, это даже не документальный, это был учебный фильм для внутреннего пользования. Ну, значит, наверное, как-то я владею настолько своим голосом, что на протяжении нескольких лет меня приглашали озвучивать различные фильмы для... Была такая корпорация Петро Альянс. Я не знаю, может быть, она и сейчас есть. Вот для Петро Альянса я озвучивал документальные учебные фильмы. Так что здесь мы тоже поняли, что сила голоса – это необязательно и даже далеко не означает громкость. Темпа-ритм. Темпа-ритм – тоже один из немаловажных факторов, о которых необходимо помнить. Сейчас, секундочку. Так... Главное – туда, куда надо при этом ударение ставить. Не совсем понял, в каком контексте вы сейчас об ударениях. Пожалуйста, Евгения Юрьевна, напишите подробнее, что вы сейчас хотели сказать в контексте нашей на текущий момент встречи. А я пока продолжу по темпа-ритму. Значит, тоже одна из характеристик, о которых не нужно забывать – это темпа-ритм нашего выступления. Соответственно, если мы говорим ровно на одной ноте, абсолютно фразовое ударение, вероятно. Я так понимаю, логические, да, наверное, не фразовые ударения, а речь, наверное, идет о логических ударениях в нашем выступлении. Логические паузы, логические ударения – да, это тоже один из моментов, которым мы занимаемся, который мы разрабатываем. Потому что логику речи тоже никто не отмечал, да. Если мы логические паузы не выдерживаем, если мы интенционно не ставим точек, а точки – это что в речи? Это понижение на полтона ниже, да. Если мы интенционно не отмечаем запятых, наша речь становится невыразительной. И вот это как раз-таки применимо в вопросе темпа-ритма нашего выступления. То есть, соответственно, о чем здесь идет речь. Если наше выступление проходит на одной волне, тембрально не окрашено, темпа-ритм не меняется, то оно через какое-то время станет просто скучным. Если вы помните, те, кто с самого начала на нашем вебинаре присутствуют, я сегодня вам прочитал два стихотворения. В том числе и для того, чтобы обозначить немаловажный фактор, характеристику – это темпа-ритм. Вы знаете, вот уже час шестнадцать я перед вами. Соло, что называется, даю. И, кстати, вот скажите, пожалуйста, мне интересно, это именно для меня. Вы заметили о том, что я немножко устал? Мой голос немножко изменился как-то или нет? Если не изменился – нет, не изменился. Все отлично. Ну, значит, лишнее подтверждение тому, что… Спасибо большое. Лишнее подтверждение тому, что я… То, о чем я говорю, это не голословная какая-то информация, а это говорит о том, что я понимаю, я владею тем, той информацией, теми техниками, которые до вас доношу. Так вот, есть замечательное упражнение, которым меня лично научила педагог Гитиса. Звучит оно так. Парабарабанов, парабарабанов, парабарабанов били бурю, парабарабанов, парабарабанов, парабарабанов били дробь. И вот это короткое четверостищее нужно, соблюдая темпо-ритм, проговаривать в разных интонациях. В опросительной, в восклицательной, в повествовательной. Да? Парабарабанов, парабарабанов, парабарабанов били бурю, парабарабанов, парабарабанов, парабарабанов били дробь. И затем в утвердительной, допустим. Парабарабанов, парабарабанов, парабарабанов били бурю, пара барабанов, пара барабанов, пара барабанов, били дробь. Я сейчас очень утрированно вам это показываю, чтобы вы поняли. Понятно, о чем я говорил в контексте темпа-ритма? Напишите, пожалуйста, плюсики, если да. Понятно, отлично. Миф или реальность. Но это хотела Татьяна с вами проговорить. Давайте коротко остановимся. Миф или реальность. Что тут Татьяна нам написала? Во время выступления обязательно нужно пить. Я не могу сказать, что это миф или реальность. Я могу сказать одно, что перед выступлением не рекомендуется пить горячие или холодные напитки. Не рекомендуется употреблять газированные напитки. чего покрепче. Но я не знаю, что здесь Татьяна имела ввиду, чего покрепче. Но 25 граммов коньячка, я думаю, что не повредят никому. Но опять же, в зависимости от ваших особенностей организма. Может быть, кого-то и капля никотина убивает лошадь, и 25 грамм с ног снесет я. Например, опять же, если это не телевизионный эфир, а какое-то корпоративное выступление, я могу себе позволить буквально на кончик языка коньячка хорошего, главное, употребить. Еще раз повторюсь. Не пьем газированные напитки. Не употребляем холодные или горячие. То есть, теплая, даже не теплая, а комнатные температуры вода. Комнатная теплая температура вода. Естественно, нежелательно... Второй момент, да? Покушать насчет еды. Перед выступлением нежелательно кушать, потому что просто элементарно. Крошки могут осесть на глотке, на трахеи где-то, да? В зубах, пардон, застрять. То есть, ничего хорошего от этого не будет. Ни в коем случае не рекомендую есть острое. Но в 25-й пионный преподаватель хорошему поет шумел камыш. Ну, давайте с вами споем тогда. Шумел камыш, деревья выгнулись. Но я еще не выпил 25 грамм, поэтому в следующий раз. Так вот, перед выступлением не рекомендую есть семечки. Острое, горячее. Перед выступлением гимнастика для губ. Мы уже говорили, да? Желательно перед выступлением провести гимнастику для губ. Дальше правильно поставить голос можно и онлайн. Достаточно иметь видеозаписи уроков, инструкции, описание упражнений, чтобы поставить голос. Очные встречи не обязательно. Вы знаете, ну, в принципе, 21-й век вносит свои какие-то коррекции. Возможно, действительно, может быть, я просто устарел и где-то там в своем развитии остановился. Но мне кажется, что все-таки вот такие основополагающие моменты, да? То есть вот какие-то элементарные упражнения, о которых я сегодня говорил, ну, ради бога, почему нет? Но если мы говорим о постановке голоса и занятиях в технике речи серьезных, глубинных, глубоких, то, конечно, это все-таки необходимые очные встречи или какие-то хотя бы по скайпу индивидуальные занятия. Не в формате вебинара, с моей точки зрения, однозначно. Главный ориентир на аудиторию, фокусировка на поведении аудитории, читать аудиторию, менять свое поведение и текст, ориентируясь на реакции слушателей. Бесспорный момент. Естественно, если вы не видите обратной реакции, если вы не понимаете, как на вас реагирует аудитория, то ради чего вы тогда выступаете? Понятное дело. Если это применительно к аудитории, то, знаете, Владимир Анатольевич, опять же, зависит, наверное, от того, с какой аудиторией вы говорите. Если это профессорско-преподавательский состав, бесспорно, какие-то вульгарные выражения могут уничтожить ваше реноме. А если вы говорите с... Ну, давайте вот так, для простоты эксперимента. Если вы приехали на ферму и говорите с доярками, со скотниками, с рабочими, да, то, наверное, какие-то высокопарные обороты вашей речи не сделают вас доступным или понятным. И если вы будете... То есть, мне кажется, что с любой аудиторией нужно стараться говорить на их языке, но при этом пытаться немножко подтягивать, не опускаться до уровня аудитории, а немножко подтягивать аудиторию к своему уровню. Ну, это мое личное субъективное мнение, я не знаю. Как считаете вы? Окей. Так вот. И последнее. Использовать шутки, байки, истории. Начинать выступление лучше шутки или истории. Снимает напряжение, располагает к выступающему. Ну, конечно же, да. Конечно же, юмор и человеческое отношение никто не отменял. Мне кажется, это прекрасно, что педагог может и пошутить, а не разговаривать канцеляризмами. И, в принципе, я сегодня начал свою встречу с вами о том, что богатство языка... Я даже сейчас вернусь к этой цитате, куда я ее подевал. Так, так, так. Это у нас была Марина Цветаева. Вот я ее еще раз прочитаю. Быть гениальным собеседником значит не дать почувствовать другому его нищенство. Соответственно, чем выше ваш лингвистический диапазон, чем лучше вы владеете голосом, чем больше сравнительных оборотов, шуток и образности в вашем языке, тем ваше выступление будет ярче и интереснее. Говорить хорошо просто без причастных и депричастных оборотов. Хорошо говорить просто и без причастных и депричастных оборотов. Вы знаете, Евгений Юрьевич, Евгения Юрьевна, хорошо говорить простым однослежным языком. Я вам тоже улыбаюсь в ответ. Но это же индивидуальность каждого человека. Давайте всех под одну гребенку, под одну расческу не причесывать. И если ваш язык и ваши возможности обессложены в конструкции, если же ваши речевые и лингвистические возможности позволяют вам говорить красивым образным языком, но при этом быть понятым и доступным, разве же это плохо? Ну, мне кажется, что на этом сегодняшнюю встречу пора завершать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, я тезисно постараюсь вам ответить. Спасибо большое, Ирина Анатольевна Шаламова, спасибо. Вот мои контакты, Facebook, Instagram, моя почта. Давайте, наверное, Павла Юрьевича попросим к нам вернуться. Спасибо, спасибо. Павел Юрьевич. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Игоря за замечательный вебинар. Я думаю, что, несмотря на отсутствие нашего основного вроде бы спикера, Татьяны, мы сегодня провели время здорово во всех смыслах. И в смысле полезности, и в смысле удовольствия. Вот, да, я вижу, что благодарности вы в чате выражаете. Я тоже со своей стороны хотел бы поблагодарить Игоря Эдуардовича за замечательный вебинар и за то, что мы так в режиме почти что, ну, неожиданном, скажем так, да, вот этот вебинар провели и провели его очень хорошо. Игорь, огромное спасибо. Давайте пожелаем Татьяне скорейшего выздоровления, потому что сила мысли, она очень значима. Да, я присоединяюсь, да, ну, я, собственно, сделал это раньше в личной беседе, да, но присоединяюсь тоже. Я думаю, что Татьяна на следующем вебинаре с ней будет уже все хорошо, и она его проведет. Всех ей благ и здоровья. С вами я прощаюсь, всех благодарю, еще раз благодарю нашего спикера. И напоминаю, что Директ Академия – это вебинар каждый день, ну, кроме уходных, разумеется. Приходите на новой неделе, и снова постараемся сделать для вас все интересно. До новых встреч на новой неделе. До свидания. Встретимся в Директ Академии.